Коммунальные службы, отвечающие за подачу тепла в наши дома, живут в промежутке от 8 градусов и ниже. Отопительный сезон они начинают, если среднесуточная температура в течение пяти дней опускается ниже 8 градусов тепла. Но этой осенью, по многочисленным просьбам бедровчан, тепло придет в дома и учреждения Дмитрова и района немного раньше. Ориентировочные сроки наступления общего отопительного периода это 29 сентября. На сегодняшний день мы имеем постановление о том, чтобы с 24 числа приступить к отоплению, подаче ресурса в детские, дошкольные и лечебные учреждения. Что вот на сегодняшний день мы активно выполняем. То есть там, где есть технические возможности это осуществить раздельно, мы фактически это осуществили. Накануне нового отопительного сезона по всей Московской области идет масштабная реконструкция старых котельных и строительство новых. Дмитровский район не исключение. Котельная на улице Профессиональной модернизируется силами сотрудников муниципального предприятия Дмитров Теплосервис. На днях была сдана в эксплуатацию реконструированная котельная в поселке Луговом. В начале сентября был проведен торжественный запуск новой котельной в Ильевидово. Эта котельная будет потреблять на 20% меньше газа и в три раза будет экономнее старой котельной по затратам электроэнергии. Также в этом году планируется открыть новую блочномодульную котельную в поселке Мельчевка. Прошлый отопительный сезон прошел, я считаю, относительно успешно. Почему? Потому что всего у нас было порядка 400 остановок. Из них 90% это не наши проблемы, это проблемы электрических сетей и сетей водоснабжения, то есть ресурсов, которые поставляют к нам. Сегодня хозяйство Дмитров Теплосервиса это 276 километров тепловых сетей, 79 котельных и долг перед поставщиками энергии в размере более 400 миллионов рублей. И как говорят сами коммунальщики, отопительный сезон новый, а проблемы старые. Изношенные теплосети надо менять, старые котельные модернизировать и еще умудряться платить по долгам, хотя бы частично. Как образовался этот гигантский долг Дмитров Теплосервиса перед Газпромом и другими энергетическими компаниями мы уже неоднократно рассказывали. Главная причина – долги со стороны населения по оплате коммунальных услуг. 7-8% ежегодно коммунальщики недополучают за предоставленные услуги. И ежегодно это увеличивает долг перед поставщиками энергии на 100-120 миллионов рублей. В этом году, в конце предыдущего отопительного сезона, конфликт с Газпромом удалось погасить только за счет частичной выплаты долгов. Дмитров Теплосервис взял кредит под гарантию главы Дмитровского района. И это на время успокоило энергетиков. Но повторение этой ситуации в новом отопительном сезоне вполне вероятно.